Говорит командир Чернигово-Волынского соединения партизанских отрядов, секретарь подпольного обкома партии, дважды герой Советского Союза Алексей Федорович Федоров. Большой вклад в достижение победы над немецко-фашистскими захватчиками несли украинские партизаны и подпольщики, героически боровшиеся наукпирной врагом территории Советской Украины. Уже в 1941 году немецкое командование вынуждено было отречь на борьбу с украинскими партизанами более 30 тысяч солдат и офицеров. В 1942 году 120 тысяч, а в 1943 году свыше 200 тысяч человек. Боевые действия партизан оказали исключительно большую помощь наступающим советским войскам. Во время подготовки наступлений немцев под Курском до июля 1943 года партизаны Украины пустили под откос 349 вражеских шалонов, а в разгар Курской битвы 644 шалона живой силой, техникой, вооружением противника. Образцом организованного разгрома коммуникаций противника была операция под названием «Ковицкий узел», проводившая Черневолынским соединением. За 10 месяцев боевой деятельности на дорогах Ковицкого железнодорожного узла было подорвано, пущено под откос и уничтожено 603 шалона и 8 бронепоездов противника. За годы Великой Отечественной войны украинские партизаны под далеко неполным данным истребили и вывели из строя около 465 тысяч гитлеровских солдат, офицеров и их прислужников. Учили под откос 4958 вражеских шалонов живой силой и боевой техникой. Взорвали 1566 танков и бронемашин, уничтожили 211 самолетов. За самодержанные борьбу против фашистских оккупантов десятки тысяч партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями. 93 партизана удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Двум командирам партизанских соединений это высокое звание Героя Советского Союза было присвоено дважды. Некак бывшему секретарю Черниговского и Волынского подспольных обкомов партии и командиру Чернигов-Волынского соединений партизанских отрядов в годы Великой Отечественной войны На примере только своего соединения можно было видеть какие героические дела и поступки совершала наша молодежь в борьбе с оккупантами, находясь в едином строю со своими старшими товарищами по оружию. Золотыми буквами писаны в историю партизанского движения молодые герои, прославившие себя в борьбе с фашизмом Вася Коробко, Володя Казначеев, Ниша Глазок, Павка Вершинин, Нона Погуляйло, Лиля Коростоянова, Володя Павлов, Яков Батюк, слепой, совершенно невидящий, и его родная сестра Женя Батюк. Это, товарищи, далеко и далеко не лезть в перечень именно героев, комсомольцев, молодых ребят, которые вели борьбу в годы Великой Отечественной войны в рядах советских партизан. Достаточно сказать, что одними из первых в Чернееволынском соединении партизанских отрядов были наградены орденом Ленина и Боевого Красного Знамени юные подревники Вася Коробко и Володя Казначеев, которым было в то время всего лишь по 14 лет. Не скрою, я горжусь, что принадлежу к старому поколению, но и следующему поколению тем, кто возмужал испытания отечественной войны, не приходится краснеть перед отцами своими и перед детьми. Главное, тяжесть этой войны выпала на долю людей, выросших уже при советской власти. Пусть славу отцов октября и славу их сынов в годы Великой Отечественной войны отстоять их внуки. Дорогие товарищи и мои молодые друзья, началась вторая половина октябрьского века. Она принадлежит вам, молодым. Будьте такими мужественными и храбрыми, как были ваши отцы и старшие братья. Любите нашу Родину так, как ее любили и отдали в свою жизнь ваши отцы и старшие братья. Все силы и огонь в свое сердце. Знания и умения до конца до капли принесите своему народу. Возьмите решимость тех, кто клялся ни шагу назад. Возьмите их верность и, как эстафету, передайте будущему поколению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова